В Москве 14.00. Меня зовут Оксана Кочкина. Предлагаю этот час провести нам вместе. Сначала расскажу о новом тайфуне, который надвигается на Приморье. Lionrock уже свое отгулял. Вот теперь новый циклон зарождается. О нем даже предупредил наш МЧС министр водных ресурсов Китая. Он позвонил Владимиру Пучкову и рассказал об этом тропическом циклоне, который набирает сил. Но на самом деле у наших синоптиков информация была за сутки до этого звонка. Тайфун направится в сторону Японии и затронет Приморье. И на самом деле еще несколько циклонов в октябре еще нужно ждать. Но это прогноз китайских синоптиков. Наши пока так далеко не заглядывают. Сейчас на Приморье надвигается Намтеун. Так его назвали. Он подойдет к южной территории и усилится к северу региона. Больше всего осадков выпадет над Сихоте-Алинем. Это в Приморье. Там берет начало большинство рек. Так что начнется новая волна паводков. К сожалению, ближайшие города, которые могут пострадать, это Хабаровск, Дальнегорск и Арсеньев. Осадков в нем значительное количество. И учитывая то, что, по крайней мере, в Приморье это будет уже четвертый тайфун за последние две недели, то то, что он принесет, как бы жителям региона совсем не нужно. Расчеты говорят, что за предстоящие трое суток в регионе выпадет от месячной до двухмесячной нормы осадков. Еще вот к тому, что там уже выпало. И не исключены совсем новые выходы рек из берегов. И очень сложно будет бороться со всеми последствиями. Учитывая, в каком состоянии сейчас находится регион, действительно новый тайфун совсем не нужен. Посмотрите, это карта циклонов онлайн. Но тут, естественно, опасность вы можете определить по цвету. Чем светлее зеленый, тем лучше. А вот эти темно-зеленые участки и ярко-красные, они, конечно же, и говорят об опасности. Вот так циклон будет двигаться на протяжении сегодняшнего дня. И к вечеру по Москве он достигнет Приморского края. Давайте посмотрим, что в эти минуты там происходит. Затоплены две с половиной тысячи домов. Это еще последствия лайн-рока того старого тайфуна. Но 160 зданий сейчас уже без воды. Хотя раньше там находиться было нельзя, воду откачали. Все люди, которые жили в пострадавших территориях, они сейчас в пунктах временного размещения. У них все есть, медикаменты и еду доставляют на вертолетах в эти лагеря. Больше всего пострадал Кавалеровский район. Вот сейчас оттуда кадры. На месте работает моя коллега Евгения Змановская. Давайте посмотрим. Чтобы попасть на ту сторону, перевозят людей на амфибии, машины и просто те, кто не может сейчас попасть домой. Поселок Кавалерово. Вот сейчас поедем. Для того, что вода уже спала, пробраться на ту сторону пока не возможно. Все перемыло, мостик вот так вот воды. Я впереди шла, муж сзади на хайсе за мной. Потом на косу выскочили. Хайс идет, сразу тонет. Колея вот такая следом. Если бы остановились, мы бы там не выехали. А люди за нами выходили. Уже еще мосты там по сносению, плита на плиту вот так встала. И только из-за этого машины проходили. Люди тут натерпелись страшно. С гор вот так вот вода. В принципе, быстро амфибия справляется. За 10 минут примерно с одной стороны на другую перевозят машины. До позднего вечера сотрудники МЧС будут этим заниматься. Потому что, посмотрите, десятки машин, десятки людей ждут своей очереди, чтобы все-таки попасть домой. Очень срочно надо. У нас 4 дня мы не можем уже попасть. Почти неделя. И хозяйство, и собаки, все голубые. Какие вы в очереди? Ну, уже третьи. Третьи? Да. Ну, быстро сейчас. Еще попали. Немножко осталось. А вы с Кавалерова, да? С Ольги. Это еще дальше вам ехать сколько километров? От Кавалерова еще 70 километров. Там тоже у вас все затопило? Ну, там уже все сделали. Вода сошла? Да. КамАЗы без остановки засыпают размытую дорогу. И уже через два люди смогут самостоятельно переезжать здесь. У вас не сходит вода, что ли? Нет. А где вы спали сегодня? На чердак. Давай там кольки вещи побросал на чердак. Устел там перекидать. Устел. И потом опять только пока перекидывали воды вот так. А потом уже выходил вот так вот по шею. По шею? По шею, да, вверх и перешел уже. Течение прям вот так снова. Речка. И огород смыло. Здесь была мастерская. Но до сих пор вода еще не уходит. Вот почти по пояс. Дом этот в низине стоит. Участок находится в низине. Поэтому здесь пока больше всего воды еще остается. Не плач. Ох, охраняет. Не иду, не иду. Сигнал. Мама наша звонит и говорит, быстренько вода поднимается. Мы раз погибли уже все, а на раз уже их выслухали. Вещи все мокрые, все везде мокрые. Диван весь мокрый, кресло все мокрое, все мокрое. На ликвидацию последствий уже выделили 1 миллиард рублей. За Lion Rock'ом, я напомню, идет другой циклон. Спасатели к этому уже готовы. Им было известно о том, что надвигается тайфун за несколько дней. Ну что ж, будем надеяться, что все будет хорошо. А сейчас история, которую, кроме как чудесной, по-другому точно не назовешь. 9 дней подряд он был под завалами. В темноте, без воды, пес поклеил...